Всем привет! С вами Натали и сегодняшнее видео будет это небольшой обзор на такое творение от Керри Смит. Называется это творение Анти-Ежедневник. Я нашла этот блокнот в Читай-Город. Да, то есть мы случайно, ну с Валерой в общем гуляли, зашли и я увидела, меня привлекла обложка, мне стало интересно, как это так, Анти-Ежедневник, что это такое. Естественно, я решила купить. И многие девчонки, мои зрители просили сделать мне обзор, поэтому сейчас я его сделаю. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Обложка, кстати, есть двух вариантов. Одна совершенно другого цвета, вот. Я не помню какого, но я решила купить вот такую вот бирюзово-мятную, потому что я очень люблю этот оттенок. И вообще она смотрится довольно стильно. Здесь, значит, написано, что это Анти-Ежедневник вещей, книг, дел, идей, желаний, о чем подумать, куда пойти, что забыть, что потестить. Особенно прикольно, да, что забыть. Пиши о том, что видела, знаешь, хочешь рассказать. Также здесь коллекция дней, идей, списков, случайных чисел, все в одном месте. Значит, открываем мы блокнот. И на первой странице мы видим, опять же, название. И здесь нужно подписать, кому принадлежит этот Анти-Ежедневник. Видео я ничего заполнять не буду, я просто вам покажу. И если да, я буду его уже ввести, то я буду вам показывать заполненные странички позже. Сразу скажу, что есть здесь повторяющиеся страницы, так как это Анти-Ежедневник. Также есть вот такие, как, знаете, недельные блокноты, то есть, строить свои планы. Естественно, там есть повторные всякие странички. И здесь есть то же самое. Я прямо сейчас сяду и напишу что-нибудь о своем дне, даже если ничего особенного не произошло. Мне просто нравится тишина. Здесь вы пишете свою дату и описываете свой день. Далее, здесь идет страница заметок. Здесь у нас идет календарь. Здесь пишете месяц. И, в общем-то, пишете все месяц, на первый взгляд, с допусками на спонтанные решения. Сделай сегодня что-нибудь другое. Далее. Страничка, что ты сделал сегодня. Здесь вы пишете дату. И здесь вот есть у нас такие выноски, да, наверное, это называется. Здесь можно написать, что вы сами захотите. Маленькие обрывочки рассказа о том, что происходило. Далее. Случайный список. Рисуй тут, пока говоришь по телефону. Здесь, в общем, нужно составить список. Ну, я некоторые не буду, как говорится, все-таки озвучивать, потому что вы сами все видите. Что запомнить? Здесь у нас в форме руки сделана страничка. Далее идет вот такой пустой разворот. Здесь написано полупустая страница, рисуй и пиши тут, что захочешь. Честно сказать, вот такая идея мне не очень нравится, потому что, знаете, легче. Тогда, в принципе, можно купить обычную страдку и рисовать в ней, и писать, что хочется. А все-таки от творческого блокнота ждешь творческий именно подход, а тут просто пустое место. Мне это не очень понравилось. Далее. Заметки, написанные на разных вещах. Месяц, на первый взгляд, книга дней. Вот здесь у нас. Далее идет вещи, которые ты хочешь записать сейчас, но при этом имеешь полное право передумать насчет этого потом. Автобиографический рассказ о. Пиши дату, написанный и впиши имя. Страница дневника. Это реальная история. День путешествий. Вот это на странице. И день нерешительности. Далее. Здесь идет опять у нас месяц. Ну и здесь просто место для заметок. Опять же, в такой интересной форме выполнено. Далее здесь идет совершенно секрет на разворот. Еще одна страница дневниковых записей, в которых ты описываешь разные моменты жизни, причем совершенно не обязан их никому показывать, если не хочешь. Ну, такая страничка тоже немножко скучновата, на мой взгляд. Напишите в комментарии, что вы думаете о такой странице. Следующая страница дневника в определенной степени доступна для изменений под себя. Идея, исследования и заметки на полях. Это опять страница, которая меня не впечатлила. Полупустрая страница. Делай с ней все, что хочешь. Мне это не нравится. Вот это мне понравилось. Список граффити. Можешь писать списки на этих зданиях, и тебе за это ничего не будет. Здесь я хочу написать свой wish list. То есть, что я хочу купить, что мне нравится. И, возможно, я буду двигаться к своим целям. В таких вот маленьких желаниях. И напишу их на домиках. Так, вещи, которые ты хочешь записать сейчас. Это такая страничка уже была. Это тоже в обычной дневниковой странице она была. Можешь писать заметки в каплях дождя или между ними. И опять у нас идет месяц. Следующее. Этот день никогда не произойдет снова. Так что, наверное, тебе стоит о нем написать. Но, я думаю, здесь стоит выбрать денек, который действительно вам чем-то запомнился. А не обычный дождливый осенний, там, я не знаю, октябрьский-ноябрьский день, который серый, как и все. Так что, что-то интересное здесь можно написать. Здесь мини-список. Здесь опять автобиографический рассказ. Такой был у нас разворотик. Иногда просто необходимо писать на разлинованном листе. Вот. Вот такая страничка. Страничка «Что ты сделал сегодня?» И здесь пишите свой список. Опять полупустая, нелюбимая моя страница. Иногда очень хочется рисовать какие-нибудь странные фигуры и раскрашивать их без всякой причины. Да, фигуры реально странные, но я бы нарисовала все-таки свои. Пищи, которые я никогда не решусь рассказать другим. По крайней мере, готов честно рассказать себе. Это место зарезервировано для прозрений. Здесь можно написать какие-нибудь случайные мысли, но не обязательно. То есть, это вы сами решите. Такая страница была у нас тоже с рукой. Ну, как я и говорила, повторяются некоторые. Страничка «Что ты сделал сегодня?» тоже была. Вот. Заметки можно написать вот в таких загогулинках интересных. И страничка с месяцем. Здесь опять страница вещей, которые ты хочешь записать сейчас. То есть, мини-список вещей, которые ты сейчас увидел, подняв голову. Такая страница тоже была. Вот такой еще не было. Если у тебя закончились идеи, попробуй написать что-нибудь на слоне или на ките. Мне кажется, это самый классный разворот из всего блокнота. Очень позитивный. Страничка плакатов. Я прямо сейчас сяду и напишу что-нибудь в своем дне. Это, да, с чего начинался дневник. Я хотела прочитать, что в моей голове нет. Мысли в моей голове. И вот здесь нарисовано, в общем, да, как вы видите, головушка. И вы пишете о своих мыслях. Здесь опять у нас месяцы заметки. Здесь у нас день путешествий и день нерешительности. Тоже такая была страница. Опять моя нелюбимая страничка. Господи, фу. Всякие штучки на веревочках. Видите? Здесь просто вы сами решите, какие штучки сделать на веревочках. А месяц, смотрите, как здорово здесь оформлен. Тоже штучками на веревочках. Очень интересно. Так, это просто вы пишете опять про какой-то свой выдающийся день. Здесь вы пишете просто свои случайные мысли. Это страница для заметок. И снова месяц. И здесь у нас снова автобиографический рассказ. И здесь у нас просто нужно сесть и написать что-нибудь о своем дне. Опять разлинованный лист. И список граффити. Можешь писать списки на этих зданиях. Опять, немножечко другие домики. Уже не такие, как в прошлом. Ну, в общем-то и все. Последняя страница у нас вот такая. Просто для заметочек. И на этом наш блокнотик кончается. Вот, все. Вот такой вот блокнотик. Напишите обязательно в комментарии, что вы думаете по поводу данного творения Кири Смит. У меня, честно говоря, немного двоякое такое отношение к этому блокнотику. С одной стороны, я от него, конечно, ожидала больше. Я думала, что он намного более творческий. Но, опять же, двоякость тут в том, что насколько он творческий, этот блокнот, это будет зависеть уже только от вас. Как вы будете его вести, как вы его будете оформлять, заполнять, что вы в нем будете делать, насколько это будет красочно вообще и интересно. Так что все в ваших руках. Мне будет интересно услышать ваше мнение. И да, это видео было действительно по запросам. Поэтому, я надеюсь, многие девчонки рады, что я сняла обзор на этот блокнотик. Я пока что не видела еще ни у кого обзора, по-моему, на антижедневник. Хотя уверена, что есть. Просто я не видела. Ну и все. Пользуясь случаем я приглашаю всех в свою официальную группу. Ссылочка будет в описании этого видео. Вступайте обязательно. И подписывайтесь на меня в инстаграме. Ссылочка тоже будет в описании. На этом я прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро. Пока! Пока!